Нагадай своё счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина Захарова, Таролок. Сегодня мы с вами погадаем на отношения. Это гадание на природе, на нашем столе обыкновенном, где мы всегда гадаем в парке. Чувства, мысли, действия загаданного человека по отношению к вам, перспективы ваших отношений посмотрим. Если ветер, не переживайте, не стесняйтесь, пишите. Понимаю, что ветер, ничего сделать не могу. Зато на природе всегда получаются такие атмосферные гадания, с приятным настроением, с приятным настроем. На природе всё хорошо. И видите, там ещё кораблик игрушечный. Ну как игрушечный? Это очень дорогой кораблик. Люди управляют такими на радиоуправлении. Крутая вещь. И уточки, и все-все-все птички. И вот смотрите, наш стол. Гадать я буду на торо чёрных котов, золотой торо чёрных котов. Вот такая вот очень крутая колода. У нас с вами будет три позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Вот я достаю ещё камушки сейчас, которые взяла с собой. Ещё у нас камушки должны быть обязательно на позициях. Сегодня у нас ещё было гадание у винного погреба. Не пропустите. Наверное, на будущую неделю, на новую неделю. Ну вообще, видео актуально же в момент любой, когда вы его смотрите. Вот когда вы решите погадать себе там с понедельника по воскресенье, на любую неделю можете его смотреть. Итак, то видео выйдет на канале «Школа Таро Альвиен». Это ещё не знаю, куда помещу. Итак, значит, вы загадываете человека. Мы с вами смотрим ваши отношения. То есть чувства, мысли, действия. Это вот раскладка стандартная на отношения. И перспективы ваших отношений. То есть такое небольшое гадание на любовь. Итак, значит, первая позиция у нас вот такой вот «Азурит в граните». Значит, вторая позиция «Акваура Кварц». И третья позиция вот такой вот «Агат». Вот интересный «Агат» полощитый. Вообще, мне так нравятся полоски у «Агата». Это вот моё любимое прям. И первая карта покажет ваши чувства к этому человеку. То есть что вы чувствуете, как вы к нему относитесь, чтобы вы могли правильно выбрать позицию. Правильно выбрать. И надеюсь, что все выбрали. А те, кто ещё не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока уберу в сторону. Итак, смотрим ваши отношения. Значит, первый камушек. И первая карта – это как вы относитесь к человеку, ваши чувства к нему. Это повешенный. Ну, что могу сказать? Повешенный. В каком-то смысле вы считаете, отношения не развиваются. Во-первых, вы не очень-то довольны. Возможно, считаете себя жертвой в этих отношениях. Не то, что человек вами пользуется, а то, что он холодный какой-то. Какой-то холодный какой-то, не совсем. У него много чувств к вам. Мало для вас как будто или делает, или просто проявляет мало романтики. Вас это удручает. Или молчит. Вы знаете, молчит, отстранился. Вас это тоже удручает, вам это не нравится. Вам что-то не нравится, не устраивает. Вы бы не хотели так дальше. Вам бы хотелось по-другому, иначе в этих отношениях быть. Вообще повешенные карты даже своих чувств охлаждения показывают. То есть вы недовольны отношениями и начали тоже охлаждаться по отношению к человеку, потому что, мол, он мало для вас как бы делает, ну, мало проявляет романтики. А вы что? А вы что будете? Много проявлять. То есть вы тоже со своей стороны уже больше не можете. Так, ну давайте смотреть, значит, ваши отношения. Что он чувствует к вам, значит, что вы думаете, что он думает, что вы собираетесь предпринять, что он собирается предпринять, что вас связывает сейчас и в ближайшем будущем. Чем дело кончится, это то, что в ближайшем будущем будет. Я обычно так делаю. Чем прикроется сегодняшняя ситуация? Так, ну хорошо, смотрите. Значит, вот у вас повешены на чувствах, а у него на чувствах рыцарь мечей. То есть этот человек вас за что-то может быть осуждает, обвиняет внутри себя, готов с вами, не знаю, ругаться, ссориться в скором времени, нападать на вас, ревнует, чувствует, что что-то не так в отношениях, убедился в чем-то, да, вот увидел ваши какие-то там недостатки, грехи и убедился в них. И теперь он вас как будто судит, вот строго судит, осуждает за что-то, да. Дальше, значит, вот у вас на мыслях, если смотреть, так девятка кубков. Вы считаете как, что, в принципе, если бы он вел себя хорошо, там, да, романтично по отношению к вам, у вас бы очень сильно улучшились отношения, так-то человек вам всем подходит, да, во всем. Но вот если бы он себя вел потеплее, то есть вас не устраивает отсутствие, скорее всего, романтики и больше бытовые такие отношения или вообще их, ну, как вот притупление, притупились отношения, да, вот если бы они снова возобновились, там, типа, яркие, если бы он вел себя там более, там, романтично, всё, вас бы это всё устроило и всё, вы бы жили в зоне комфорта, можно сказать, бы были всем довольны. А у него на мыслях, значит, тройка пентаклей, что нужно совместно работать над отношениями, нужна совместная командная работа, семейные отношения, да, чтобы что-то создать, нужно вкладывать вместе. Он считает, может быть, что у вас в отношениях кто-то из вас играет в одни ворота. Или в чём-то идёт игра в одни ворота. Один много делает, второй мало делает. Один много предпринимает хороших поступков, второй мало. Вот как один второму в чём-то не отвечает. Может, он даже считает, вы в чём-то ему не отвечаете в отношениях. То есть он, может быть, что-то делал, что вы не оценили, не поблагодарили его. Ему нужна с вами именно командная работа, чтобы все все вместе что-то делали. Вот это его устроит. Чтобы и вы там в романтике, если хотите, романтики тоже бы проявляли там. И он тогда может проявлять. Он бы не хотел делать что-то для вас, если вы ему не ответите. И делать что-то впустую, понимаете? Дальше, значит, этот человек, в принципе, серьезно на вас настроен. Я не могу сказать, что он совсем на вас там не настроен. Он серьезно на вас настроен. Он считает, что у вас должны быть хорошие, серьезные отношения. Вот у вас на намерениях смерть. Вы хотите все кардинально поменять, трансформировать в этих отношениях. Или уже их совсем оборвать, поставить ему ультиматум, чтобы он менялся. Что вас что-то не устраивает. Вы хотите его изменить, но какими-то кардинальными методами. Что совершенно не должно приветствоваться, потому что вы, скорее всего, не до конца оцениваете этого человека, его вклад. У него на намерениях, наоборот, туз жезлов. Показать, да, мы разные, но между нами есть искра. То есть он дает надежду отношениям. А вы в отношениях что-то хотите кардинально изменить, трансформировать и попрощаться даже с чем-то. Или даже с этим человеком. Или, может быть, вы скажете для старой ситуации, больше места нет, я так больше не могу, делай что-нибудь, иначе ты уйдешь, там и все, да. Или уже не надеяться больше на то, что эти отношения улучшатся. То есть вы прям кардинально как-то так настроены. Мол, в том подвешенном состоянии, в котором вы находитесь, вы больше не можете находиться. Этот же человек видит по-другому отношения, как перспективу, как желание командной работы, взаимного обмена энергиями. Он видит, что лучше даже поругаться, чем, допустим, вообще, что взять и попрощаться с отношениями. Лучше уж поругаться, выяснить отношения. И все-таки он, я бы сказала, что вы ему нужны, он дорожит отношениями. Вам может показаться, что он не дорожит вами. Но на самом деле, скорее всего, он вас заинтересован. Просто вы его не совсем правильно воспринимаете. Вот так, наверное. Ну, шут показывает между вами, что либо есть ребенок, но тогда этот ребенок как-то тоже вносит, так скажем, свой вклад и коррективы в отношения. И согласно этого ребенка тоже нужно общаться. Либо, если нет ребенка, то между вами есть соимный интерес все-таки, да. Вы как-то так наблюдаете, следите друг за другом постоянно. И, ну, должна начаться новая ситуация. То есть что-то новое, что-то обновляется сейчас в ваших отношениях, да. Что-то вносится интересное, изменения какие-то, как надежда пошла на что-то. Но по итогу стоит пятерка мечей. Вы все равно друг друга будете клевать. Вы все равно можете поссориться друг с другом, поэтому будьте внимательны. В ближайшем будущем как раз-таки показывается довольно сильный конфликт. И в этом конфликте, вот знаете, как грязная ссора это называется, да, в этом конфликте люди будут очень злы выражать ненависть. Хотя на самом деле этой ненависти, скорее всего, внутри нет. Просто накипело, просто что-то надоело, да. Хорошо, давайте посмотрим перспективу этих отношений на будущее. Ну вот видно прям, да, что прям идет какой-то между вами забор, конфликт. Потому что, мол, что-то вам надоело именно, именно вам, не ему. Так, значит, четверка кубков, перспектива, да, значит, императрица и восьмерка кубков. Вы знаете, карты показывают, что продолжение отношений возможно, но только если вы, если вы женщина, проявите инициативу, хоть как-то, да, пойдете навстречу этому человеку, что-то будете тоже для него как много делать, да, или проявлять свою любовь и женскую энергию, ну то есть как женщина себя проявляет, а не как мужчина с мужчиной. Если вы мужчина, от женщины, конечно, здесь очень многое зависит, принятие решения по поводу отношений. Она будет решать, будут ли продолжаться отношения. Но тут идет поиск своего счастья, то есть если вы будете вместе искать решение, вместе искать счастье для этих отношений, вы его найдете по восьмерке кубков. Если нет, можете разбежаться. Вот. Четверка кубков показывает, сначала вы игнорируете друг друга, понимаете, то есть игнорируете желания друг друга. Но потом, в принципе, можно найти гармонию друг с другом и соблюдать, так скажем, желания каждого, да, то есть учитывать желания каждого в отношениях. И вот вместе вы можете отправляться в путешествие, искать свое счастье, делиться друг с другом, да, получать новые вместе впечатления. Тогда отношения будут развиваться. И, в принципе, перспектива, я бы сказала, на будущее есть. Ну вот такая у нас первая позиция. Я бы сказала, здесь можно еще что-то сделать, как бы, есть чувства друг к другу. Ну и претензии есть, да, претензии тоже есть, конечно. Итак, позиция номер два. Акваура кварц. Первая карта. Как вы относитесь к этому человеку? Девятка пентаклей. Ну, вам с ним интересно общаться, очень так хорошо общаться. Вы с ним чувствуете себя очень комфортно, расслабленно, хорошо, как в своей тарелке, да, вот как будто вы его всю жизнь знали, там всегда с рождения. Какой-то свойский человек такой. И, скорее всего, у вас к нему есть очень светлые любовные чувства или просто такая душевная привязанность. Вы знаете, с таким человеком радостно. Вот вы видите этого человека, у вас на душе становится, ну, очень так радостно и светло и хорошо. То есть зла я не вижу здесь в чувствах, а только добро и свет и любовь, да, вот какое-то очень хорошее такое отношение к человеку. Вы его как человек, человека уважаете, считаете у вас много общего. Что он к вам чувствует? Семерка пентаклей. Так, что вы думаете? Умеренность. Что он думает? Сила. Что вы собираетесь предпринять? Суд. Что он собирается предпринять? Девятка жезлов. Что вас связывает сейчас? Десятка мечей. Чем дело кончится? Что в ближайшем будущем будет, да, это я так эту карту называю. Прикроется настоящая ситуация солнца. Ну, вы знаете, карты здесь показывают, что вот вы к нему хорошо относитесь. Этот человек, в принципе, по шестерке пентаклей, правильно сказала семерка, да? Это же шестерка, извиняюсь. По шестерке пентаклей относится тоже к вам очень хорошо. Знаете, такое равновесие внутри к вам в отношении, то есть как серьёзное такое отношение. Считает, что вы взаимно уважаете и, возможно, даже любите друг друга, если это уже такие развитые отношения. Если только начало, то взаимная симпатия друг к другу есть. И вы знаете, шестерка пентаклей, она показывает иногда даже сотрудничество друг с другом. То есть человек вас уважает в этом сотрудничестве, вот в этих общих интересах, в чём-то общем. Там, не знаю, общие хобби могут быть, общие жизненные интересы. Есть что обсудить. То есть вот у вас к нему такое же примерно отношение, как у него к вам. Такое светлое, доброе отношение друг к другу, да? Я бы так это назвала, что светлое, доброе друг к другу отношение. Значит, у вас на мыслях умеренность. Вы знаете, вы ничего не собираетесь к человеку предпринимать, но если на то пошло, это карта исцеления. То есть вы думаете об исцелении данных отношений или какой-то ситуации в отношениях. И также умеренность, мол, тихо, всё как-то тянется медленно, ничего такого прям вот кардинального не происходит, да? То есть вы уважаете друг друга и, может, любите друг друга, но ничего такого яркого. не происходит или, может, нет событий в отношениях, да? У него на мыслях сила. Сила говорит о том, что человек подумал, может быть, что вы хотите его подчинить себе. Что-то из него как будто, ну как, может быть, выжить. Ой, извиняюсь. Выжить или, получается, заставить его что-то сделать, да? Что-то сделать то, что вы хотите. Это могло ему не совсем понравиться этому человеку. Также он знает, что вам нужно притираться друг к другу, ну то есть смириться с недостатками друг друга, которые у всех есть в людей. Даже если вы уважаете и цените друг друга и у вас есть общие интересы, это не говорит о том, что у вас нет недостатков. То есть недостатки всё равно присутствуют в жизни каждого человека. И вот он знает, что вам нужно у друг у друга ценить не только общие интересы, общения, хобби, да, но и недостатки. То есть понять, что нужно научиться смиряться с этими недостатками. На намерениях у вас карта суд. Суд показывает возрождение и реабилитацию. Вот у вас уже вторая карта свидетельствует о том, что вы что-то хотите между вами возродить. Или что-то улучшить, исцелить, может быть, изменить в лучшую сторону. Вы не сильно шевелитесь в этом направлении, но вы бы хотели. И суд говорит о том, что вы намереваетесь что-то реабилитировать. Или даже если вы виноваты перед человеком, то извиниться. Если не виноваты, то просто что-то улучшать. Но в будущем. У него на намерениях девятка жезлов. Она показывает то, что этот человек пока ограждается почему-то от вас, не сильно готов много общаться, а скорее стоит на страже какого-то своего личного пространства, потому что ему показалось, что вы хотите его в чём-то подчинить себе или заставить что-то сделать. И поэтому он начал ограждаться немножко от вас. Но на самом деле это, как сказать, стена может упасть, если вы поведёте себя правильно в этих отношениях. Между вами, видите, меня смущает десятка мечей, которые показывают возможный обрыв или паузу в отношениях или даже разрыв этих отношений. Или какое-то отчаяние в этих отношениях. Но и шанс на реабилитацию. Потому что в этой колоде, посмотрите, как идёт воскрешение на этой карте, поэтому шанс на воскрешение вашей взаимосвязи. По итогу стоит солнце, которое показывает, что всё будет очень даже хорошо, светло и приятно. Что скоро эти отношения ожидают, какие-то счастливые события, хорошие новости, встречи, приглашения, свидания. Даже карта взяла и просто выпала из колоды. Королева кубков. Может вас соединять какая-то хорошая, добрая женщина в этих отношениях. То есть она может каким-то образом влиять положительно на ваши отношения в скором времени. Ну вообще, сами по себе отношения претерпят радостные изменения, да? Что-то улучшается между вами. Так, перспективы отношений на более отдалённое будущее, да? Более далёкие перспективы. Туз Пентакли, Рыцарь Пентакли и Семёрка Жезлов. Ну вы знаете, карты показывают, что эти отношения могут быть прекрасны. Объединение противоположностей даже в чём-то в этих отношениях может произойти. Реабилитация действительно улучшение, воскрешение. Что-то меняется очень сильно в лучшую сторону. Ну а сильно быстро это не будет происходить. То есть всё равно на это всегда нужно время. И нужно, чтобы, вот допустим, если у людей что-то произошло, да? Нужно всегда время, чтобы это забыть там или закрыть какими-то другими хорошими событиями. Или просто это медленно развиваются такие стабильные отношения, да? В которых нет очень много ярких событий, но всё хорошо. Вот так. И эти отношения могут быть защищены даже и высшими силами, и вами самими. Просто нужно проявить терпение друг к другу. На самом деле вы очень подходите друг к другу. И вам просто можно проявлять, так скажем, терпение друг к другу и мириться с недостатками. И тогда вы вообще будете очень хорошо жить там вместе или общаться, или встречаться. Всё зависит от того, какой формат вы поддерживаете. У вас даже есть перспектива серьёзных отношений браком. Но всё зависит от того, кто вы там друг к другу, да? И если вы только начали общаться, конечно, не могу вам гарантировать брак. А если вы давно общаетесь, человек может медлить с браком, но всё-таки быть в серьёзных отношениях с вами. Ну вот такая у нас вторая позиция. Итак, перспектива здесь, в принципе, есть, да? Третья позиция — наш Агат. Агат. И первая карта — как вы относитесь к этому человеку? Ну, тут у нас стройка мечей. Плохо относитесь вы к этому человеку, вы на него обиделись. И получается, что раз вы обиделись на этого человека, как говорится, как сердце кровью обливается, да? То, скорее всего, этот человек поступил как-то очень плохо и подло в вашу сторону. Просто так люди не обижаются друг на друга. И, соответственно, если вы из этого человека расстраиваетесь, плачете, переживаете, мучаетесь у вас, душа из-за него болит, или с ним что-то случилось, или он что-то сделал, да? То есть просто так не бывает. Значит, он вас либо обидел, либо с ним что-то такое произошло, из-за чего вы, ну, очень сильно переживаете. В общем, положительных эмоций у вас пока нет, а очень много отрицательных, да? Именно либо обиды, либо стресса в связи с этим человеком. Хорошо, давайте посмотрим теперь дальше ваши отношения, да? Что он чувствует к вам, королева, ой, король жезлов, да? Король жезлов. Что вы думаете о нем? Паш Кубков. Что он думает? Семерка Пентакли. Что он собирается предпринять? Ага. Пятерка Кубков, да? Что он собирается? Что вы собираетесь предпринять? Восьмерка Мечей. Что вас связывает сейчас? Двойка Мечей. И чем дело кончится? Туз Кубков. Это дело кончится, это ближайшее будущее, да? Чем прикроется нынешняя ситуация? Смотрите, что показывают карты здесь, да? То, что вот у вас обида на этого человека, а у него к вам король жезлов на чувствах. Это значит, что вы, наоборот, этого человека радуете, привлекаете. У него к вам повышенное внимание, большие чувства, страсть, ответственность за вас. Он рядом с вами чувствует себя уверенным в себе человеком, возможно, мужчиной, да? Но также это может быть желание подчинить и ревность, да? И ощущение, что, а вдруг у вас кто-то есть другой? Или, ну как, или знание даже этого, понимаете? Но если нету никого, то вот он хочет занять рядом с вами этот трон. Вот такое чувство у него. Но это сильная такая привязанность. У этого человека, скорее всего, есть к вам большие чувства, любовь. Паш Кубков у вас на мыслях, говорит о том, что вам очень нравится на самом деле быть с этим человеком. Он вас может часто удивлять. Он для вас привлекательный человек. И когда у вас не было этой обиды или огорчения, то вы ощущали большую радость и счастье в отношениях с этим человеком. И романтику, я бы сказала, что вы считаете вообще, что этот человек в чём-то настоящий романтик. Соответственно, если бы вот этой, допустим, обиды не было, да, то вы бы ощущали большое счастье рядом с этим человеком, правильно? Так получается. Ну, а у него на мыслях семёрка Пентаклий. Карта показывает, что этот человек что-то хочет подождать. Ну, вот как будто бы он чувствует, что вы на него там, не знаю, обиделись. И он хочет подождать, когда пройдёт вот это время, и чтобы всё наладилось. Я вообще так считаю, что не торопит событие, да, а просто рационально больше старается смотреть на ситуацию, если что-то случилось такое, и чтобы она постепенно налаживалась. То есть готов проявить, возможно, к вам этот человек даже терпение и, ну, работать над отношениями, да, там, сеять семена и взращивать плоды этих отношений. Вот. Я бы сказала, что иногда этот человек, возможно, просит высшие силы для того, чтобы у вас наладились отношения. Ну, то есть пытается сделать так, чтобы, ну, как-то даже вот само проведение встало на вашу сторону с ним. Однако на намерениях пятёрка кубков говорит о том, что человек вот знает, что он уронил эти три кубка, да, и хотя бы спасти остатки в этих отношениях, то есть спасти то, что хорошего осталось, понимаете. То, что ещё светлого осталось. Извиняюсь за ветер, но я его не могу регулировать совершенно. У меня ещё и карта улетела с колоды. Вот. Поэтому я так, знаете, могу сказать, что он готов на реабилитацию. Вот. Готов сохранять то, что ещё есть светлого. И, вы знаете, возможно предложить какую-то дорогу, свидание, совместное времяпрепровождение с вами. Ещё карта показывает, что этот человек готов выражать как-то даже свои чувства, говорить о том, как ему в чём-то больно бывает там, да. Но он готов работать над отношениями и стараться ради них. Вот какой порыв ветра. Смотрите, как вот прям на вашем раскладе, да, такой ветер сразу забушевал над вашими отношениями. У вас в намерениях восьмёрка мечей. Оградиться от этого человека. Но персонаж на восьмёрке мечей, он всегда играет роль жертвы. Ну, то есть спасите меня. Вот вам бы как хотелось поменьше с ним, допустим, общаться, входить в контакты. Но чтобы он пришёл и всё сказал, и всё вот исправился, извинился, да. И спас бы вас вот из этих мечей, вот из этой вот, ну как сказать, из этой ограды, состоящей из одних острых мечей. То есть вы сами себя ограждаете и, ну не знаю, считаете чуть ли не прекрасной принцессой, которую нужно, чтобы вот принц на белом коне взял и спас. Вот вы его вот именно так воспринимаете. Мол, обидел меня этот принц на белом коне, но он не знал. И, может быть, если бы он исправился, извинился, там, покаялся, сказал, что всё-всё хорошо, то я, может быть, смогла бы там, да, или если бы мужчина смог бы простить этого человека и отпустить все те обиды, вот, которые были до этого сделаны, нанесены какие-то травмы душевные. То есть шансы вы готовы давать, но только делать вы в его сторону ничего не готовы, а готовы ждать от него действий. Вот я это так вижу. Между вами двойка мечей. Мало ли, может показаться, да, что вы сейчас вообще не общаетесь. Однако эта карта ведь и примирения, то есть, может быть, идёт к тому, чтобы вы помирились, улучшили отношения друг с другом на самом-то деле. Но сейчас, да, сейчас что-то закрыто, вот сердце друг от друга немножко закрыто. Но человек больше на вас настроен, чем вы на него, если честно. Вы как-то больше играете роль жертвы, но и любите этого человека, а он больше играет роль кого-то, кто может реально вытащить эти отношения. По итогу стоит туз кубков, значит, ближайшее будущее сулит исправление этих отношений, улучшение, много ярких впечатлений, признание в любви, возможно, действительно улучшение, романтика. То есть, эти отношения, скорее всего, восстановятся и будут очень-очень яркими и хорошими, понимаете. То есть, есть вся надежда, что ближайшее будущее исправит эти отношения. Возможно, даже человек, вот я говорю, будет действовать в вашу сторону и спасать те два целых кубка, которые ещё остались. Так, перспектива ваших отношений на более далёкое будущее. Двойка Пентаклей, Четвёрка Пентаклей, Королева Мечей. Вы знаете, у отношений в будущем есть враг-женщина, она может пытаться разрушить эти отношения, но, скорее всего, отношения могут выстоять, потому что после качелей, а качели ещё будут, эти отношения стабилизируются. Люди будут держаться друг за друга и не хотеть отпускать друг друга, понимаете. Ну, не захотите вы друг друга отпустить. И, соответственно, когда эта женщина попытается вмешаться в ваши отношения, скорее всего, потерпит неудачу. Но это только в том случае, если вы оба будете реально держаться за отношения. То есть, попробовал человек уйти, а вы его не пустили. Сказали, нет, и всё, ты мой или моя. То же самое он. Вы куда-то попробовали уйти, а он вас просто не отпустил. То есть, когда люди действительно знают чётко свою позицию, ты мне нужен, я хочу быть с тобой, то, естественно, и отношения держатся. Вот и всё. Так что у вас тут есть, в принципе, перспективы на эти отношения, несмотря на то, что всё как-то плохо, кажется. Ну, вот такая у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч. И не обижайтесь, что ветер. Потому что ветер – это штука такая, да. Сами понимаете. Вот тут смотрите у нас. Видите? Пруд до сих пор стоит. Там кораблики всё это время плавали. Но вот сейчас почему-то не видно. Но вот зато наблюдающих очень много. Но там рулят они за кустами где-то эти кораблики. Прикольно. Их там много. Вот, кстати, один плывёт. Я его вижу. Тот, который вы видели уже, наверное. А, вон ещё один. Вот ещё один выплывает. Ну, всё. Вот увидели кораблики. Ну, всем пока и до новых встреч.